Войну во Вьетнаме называют одной из крупнейших во второй половине прошлого века. 20 лет страна была разделена на две части – социалистическую северную и проамериканскую южную. Чтобы сдержать распространение коммунизма в регионе, американцы вторглись на север страны. Целое поколение вьетнамцев выросло под звуки взрывов и вой сирен воздушной тревоги. Всё моё детство прошло под рёв бомбардировщиков среди горящих хижин моей родной деревни. Я рос с ненавистью к американцам и, когда смог, записался в армию и пошёл на войну. СССР помогал союзникам продовольствием, оружием, оборудованием. В открытую вмешиваться в конфликт было опасно. Непосредственное участие советских военных контингентов в войне перенесёт центр этой войны из Юго-Восточной Азии, ну, фактически, на весь мир. То есть начнётся Третья мировая война. Поэтому участие советских людей было там весьма ограничено и достаточно засекречено. Для борьбы с американской авиацией СССР поставил союзникам около сотни новых зенитно-ракетных комплексов С-75. Научить местных зенитчиков применять оружие предстояло советским специалистам. К перелёту офицеров готовили в строжайшей секретности. «Предложили командировку за границу. Не говорили, куда. Мы туда шли как специалисты сельского хозяйства». Осенью 1965 года советские ракетчики приземлились в Ханое. Евгений Багун вспоминает, как привыкал к новому климату. «Жара и влажность. Вы понимаете, что всё время получалось, что там же насекомые всякие. Кто-нибудь сядет, укусил – уже язва. Пролез, вроде распилили ножовочкой – тоже язва». Обучение вьетнамских ракетчиков новому оружию заняло несколько месяцев, рассказывает Евгений Багун. В это время американцы чувствовали себя полными хозяевами в небе над Северным Вьетнамом. Сбивать их самолёты было нечем. Но противника ждал неприятный сюрприз – мощные ракеты, достающие врага на высоте 20 километров. Спасаясь от русских снарядов, самолёты ныряли к земле. Там их расстреливала зенитная артиллерия. Когда у американских лётчиков сформировался термин «ракетные джунгли». Благодаря техническим свойствам советского зенитно-ракетного комплекса, джунгли над Вьетнамом стали действительно кошмаром для американских лётчиков. То есть, несмотря на своё, казалось бы, полное превосходство в воздухе, они были практически беззащитны. Американская авиация специально охотилась за советскими ракетными дивизионами. В одном из таких налётов, вспоминает Евгений Багун, погиб его подчинённый. С ним вместе летели из Советского Союза. Он просил, товарищ капитал, возьмите меня. Я вас не подведу. Налёт был, бомбёжка, и ранил его почку. Он кровью истёк, пока доставили в госпиталь, уже ничего не могли сделать. У него семья, у него ребёнок есть. Я его взял, и он там погиб. В другом налёте офицер мог погибнуть и сам. Ракетному дивизиону приказали охранять тропу Хашимина. Так называлась дорога, по которой возили оружие, припасы к партизанам в Южный Вьетнам. Едва ракетчики успели развернуть вооружение, радары засекли самолёты врага. Впереди летел беспилотный разведчик, а следом – бомбардировщики. Первая ракета сбила беспилотник. Беспилотный разведчик на высоте 18 тысяч метров, а эти два идут снизу. Как только ракеты стартовались, они сразу набрасываются на дивизион. Здесь мы ещё сбили два самолёта. У нас ракеты все кончились, да. Я скомандовал советским специалистом в укрытии. Ну, были подготовлены специально в вьетнамском укрытии. И там где-то взорвалось рядом, и меня нас засыпало. Советское командование наградило капитана Багуна орденом Красной Звезды. Руководство Вьетнама вручило офицеру сразу несколько наград. Медаль дружбы, медаль вьетконга и вот эту, неприметную с виду. 400 сбитого самолёта во Вьетнаме, сбитого ракетой, сделали вот такую медаль. Командующий ПО вручил мне эту медаль. Ветеран вспоминает. По случаю очередной победы часто дарили сувениры друзьям и вьетнамские товарищи. Мы сбили самолёт, лётчика взяли в плен. А это вьетнамцы мне сделали расчёску с этого сбитого самолёта. Вот написано там 22-го четвёртого, да? 22-го четвёртого, 66-го года. За год ракетный дивизион исколесил весь Северный Вьетнам. Военные прикрывали города, важные транспортные пути, заводы. За это время ракетчики под началом Евгения Багуна сбили 10 самолётов. Ветеран говорит, забыть вьетнамскую командировку за полвека не смог. Показывает многочисленные фотографии и письма из Вьетнама от бывших сослуживцев. Мечтает ещё раз побывать в жаркой стране, пройтись по тем местам, которые защищал когда-то от бомбардировщиков врага. Григорий Пырлик, Андрей Кравченко, Алексей Жучков, Евгений Карпенко. Объектив неделя.